Здравствуйте! Сегодня будем плести розы. Для розы нам понадобится 5 маленьких листочков, 5 средних и 5 больших. Для плетения я использовала рубку. Вы можете использовать также бисер. Тогда количество бисеринок на оси, на центральных осях или оси, здесь у нас одна ось, здесь две оси, будет немножко больше, чем рубки. Еще для розы нам понадобятся зелененькие листики и зелененькие чашелистики. Сейчас я покажу, как плетутся лепесточки. Для этого нам понадобится проволока 0,4 серебряного цвета, потому что розовый у нас светлый, розовый. Используем серебряную проволоку. Я заранее набрала. Делаем петельку, плетем в французской технике плетения листа. Смотрим, маленькие листики состоят у нас из шестей портук и центральной оси. На центральной оси 5 рубок. Набираем 5 рубок. Плетем первую пару дуг. Одна дуга, вторая дуга. Не забываем лицевая сторона и изнаночная сторона. Виток делаем сверху вниз. Пальчиками придерживаем, чтобы дуги у нас были рядом. Ровненько с центральной оси. Две пары дуг. Три пары дуг. Четыре пары дуг. Пять пары дуг. И последняя пара дуг. Так как у нас проволока не толстая, 0,4. Делаем так скрутку. Ровненько только делаем скрутку на макушке с центральной оси. И срезаем нашу центральную ось. Оставляем примерно 8-9 миллиметров. И надеваем наши рубки на рабочую проволоку и на центральную ось на скрутку. Чтобы спрятали ему кончик нашей проволочки. Можем и не прятать, откусить и загнуть. Вот так их не будет видно. Будет листочек симпатичнее. Вот смотрите, получилась центральная ось и 6 пар дуг. Это у нас маленькие листики. Их нужно сделать 5 штук. Такой же техники мы делаем и средние листики, лепесточки только на 9 пар дуг. То же самое, только 9 пар дуг. Как делать их я вам показывать не буду. Потому что то же самое, что и маленькие листики, лепесточки. Только на 9 пар дуг. Откусываем. Откусываем вот так сбоку. Выпрямляем все. Лепесточек готов. Далее. Плетем большой листик. Для плетения такого лепесточка нам понадобится 2 центральных оси. Берем проволочку. Примерно 25 см. 0,4 см. Откусываем. И делаем петельку как у бабочки. И на каждую ось мы набираем по 5 трубок. Набрали по 5 трубок. Рабочая проволока. Оставляем кончик примерно 5 см. Вот пальчиками я держу. И накручиваем на скрутку. Можно сделать 2 витка. Плотненько. И делаем первую дугу. Дугу. Она как правило 6 рубок. Или 5. Это зависит от размена вашей рубки. Потому что некоторые рубки могут быть короче, другие меньше. Вот смотрите. Первую дугу я сделала. Теперь между центральными осями мы оставляем одну рубку. Видите? Мы оставили одну рубку. Одну. И делаем виток. Делаем вторую дугу. Вот что у нас получилось. Смотрите. Первая пара дуг. Но между центральными осями у нас в центре. Одна рубка. Делаем вторую пару дуг. Но между осями у нас уже будет не одна, а две рубки. Видите, две. Следующий ряд. Три рубки будет. Так же центральные оси можно спрятать в конце. И мы плетем одиннадцать пар дуг. Три. Дальше. Четыре. Три. Дальше. Уже пять. Дальше. Дальше. Одиннадцать пар дуг. не считая двух центральных осей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видим, что у нас получается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И на одиннадцатой паре мы должны спрятать наши центральные оси. Субтитры создавал DimaTorzok Можем и не прятать. Кому как нравится. Кто-то любит, а кому-то не нравится, просто откусывает и загибает кончики. Вот смотрите, получилось у нас 10 лук. Делаем последнюю. Так же откусываем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok